Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Вот мое хозяйство. Кстати, у меня гусики занеслись. Серые и белые. На данный момент они пока живут в одном месте, так как яиц еще не так уже много, чтобы их разделять. Я думаю, в конце февраля у меня отдельно будут серые, от этих будут жить, потому что инкубационное яйцо, когда продается, кому-то надо белые гуси, а кому-то надо серые гуси. Поэтому они будут у меня жить отдельно. Вот тут у меня большую часть копили серые гуси. Видите, вот он. Вот мой главный герой. Вот он, мой сладкий. Это мой Федя, знакомый. Вот он. Видите, как он возле меня кружится. И вон эти молодые. Молодняк, скажем так, растут тоже. Вон все равно. Смотрите, индоуткам и гусям все равно. Они купаются. Им море поколений, что на улице на данный момент минус 30 градусов. Им все равно. Видите, это же нельзя же говорить, да, водоплавающая птица. Водоплавающая птица, как говорится, не боится ни холода, ни мороза, ни ветров. А вот индоутки тем по улице. Вот видите, тоже присоединились к ним. Вот они, мои родные. Вот они. Что такое? Что? Что, мои гуси? Конечно, после двухмесячного перерыва я домой пришла. Мое хозяйство немножко как бы меня не узнает. Но ничего привыкнуть. Будут знать. Теперь я буду скормить. У меня два месяца дома не было, а у меня муж их кормила. Теперь моя очередь пришла. Муж у меня сейчас в отпуске, а я работаю. Вот такие вот у нас дела. Вот видите, мой красавец. Мой красавец. Вот он. Вот он. Мой мальчик. Я очень сильно по нему скучала, правда. Вот он. О, видите, вот работа. Индоутки тоже топчет. Скоро, значит, яйца и от них тоже пойдут. Вот смотрите, как работает индоутка. Это его... Это как будто заботится о потомстве своем. Молодец. Так что вот. Вот такие вот у нас дела. Слава Богу, доехала в благополучно. Спасибо всем моим родственникам. Очень было весело. Я не думала, что расстояние... То есть расставание между нами, что будет такое сложное и тяжелое. Я так плакала на вокзале. Брат младший говорит, не плачь. Говорит, я такой момент не люблю. Что когда слезы, плачешь. Я сдерживала, сдерживала. Но один момент я взорвалась. Ну ничего. Вот они у меня. Вот они мои сладенькие. Вот они мои гусяшечки. Все, что у меня есть, все перед вашими глазами. Да, Федька, скажи. Федя, Федька, Федя. Иди сюда, мой мальчик. Нет, Федька не хочет. Не, ну среди всех, конечно, он меня узнал. Так что вот. Вот видите, работает. Молодец мальчик. Пойдут яйца инкубационные. Начну инкубатор заправлять. Как будут заправлять инкубатор и что у меня будет в инкубаторе. Естественно, я вам все покажу. Вот так-то. Молодец. Вот так. Самцы, каждый самец из своего рода, скажем так, индюки, индоутки, гуси, петухи, вот все заботятся о своем потомстве. Каждый работает. Яйца инкубационные, очень высокая оплотворенность. Допустим, у меня человек покупает инкубационное яйцо. Я, ну, допустим, берет 10 штук, например, я 2 яйца на неоплод даю. Хотя это, как бы, просто излишки в плане того, что все равно яйца оплотворены. Я, как бы, вот этого не отбедняю. Главное, чтобы мой покупатель был доволен. Что такое? Что такое? Так что вот. Всем пока!